В Забайкале прошла первая выставка известного в России художника-ювелира, который создает традиционные бурятские ножи. Его работы есть в коллекциях первых лиц государства. Но Жигжит Беас Халанов не собирается останавливаться на этом и не собирается быть мастером одного жанра. Впервые он представил коллекцию животных из металла. С подробностями мои коллеги. Под аккомпанемент традиционной бурятской музыки в Чите открылась первая персональная выставка Жигжита Беас Халанова. Этот мастер давно получил известность в России благодаря своим работам. Художник изготавливает холодное оружие по древним канонам. Использует редкие материалы – дамасскую сталь, бивни мамонта, черный нефрит и гранаты. Это был, конечно, принципиальный вопрос для меня. Откуда начинать свою персональную выставку? И я очень рад, что я выбрал Забайкальский край. Это только первая персональная выставка. И такую коллекцию ножей я нигде ранее не выставлял. Я участвовал на многих международных выставках, которые проходят в Москве. И мне очень приятно, что вот мои клиенты, ценители холодного оружия, доверили мне свои уже собственные ножи на мою вот эту первую выставку. Издавна у бурят существовал обычай. Когда в семье рождался сын, отец заказывал для него нож, который становился символом чести, мужества и продолжения рода. Сегодня бурятский нож – достояние культуры народа. Любовь к ювелирному искусству мастер перенял от отца, у которого была своя мастерская. В Улан-Удэ, уже когда поехал учиться, встретился с Цежибоном Владимиром Сандомовичем. Это мой преподаватель по чеканке. И вот он открыл для меня мир именно чеканки, национальной обработкой металла. Чеканка – это очень интересная обработка. Основной принцип в объеме, но объем достигается за счет чеканки, это выкладки, можно сказать, на толщине около 0,4-0,3. Это меньше полумиллиметра. Получается, нож визуально очень красивый, объемный. И это ножи, которые действительно люди носили каждый день. На выставке представлены не только ножи. Впервые художник презентовал свою коллекцию анималистики – образы животных. Он создает за счет линий и силуэтов, стараясь практически растворить их в пространстве. Сергей Чудин, Овси-Си-ТВ, присодействитель компании «Альтез» Чита.